Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в афере. Госпожа Лидия Маркосян, министр иностранных дел Республики Западная Армения, выступит на онлайн-дискуссии обсуждения права самоопределившихся наций и меньшинства самоопределения. Модель религиозной свободы и сосуществования. История Армении насчитывает не менее 9,5 тысяч лет. Пэрис Геруми. Сотни афганских эмигрантов арестованы в провинции Ван Западной Армении. Паарам Тадевосян Вано Тадео даст сольный концерт в Барселоне, Испания. Ежегодная литургия в монастыре Святого Фадея. Степанокерский драматический театр имени Папазяна проведет гастроли в Ереване и регионах Республики Армения. Сегодня министр иностранных дел Западной Армении Лидия Маркусян принимает участие в онлайн-дискуссии права самоопределившихся наций и меньшинств на самоопределение. Обсуждение организовано Всемирным Томильским движением. Я не знаю министра культуры Исламского центра Аргентинской Республики, но мне также не нравится знать людей, которые пишут, искажают факты, представляют исторические факты и представляют преступников как жертв. Автор статьи под названием «Умпа дес де укасо модель де либертад и конвенциан реликиоса», опубликованной в газете Кларин 14 июля этого года, далеко не уважая свою позицию, волен честно сбивать с толку широкую публику, которая, говоря о реальности, умела, используя свою прозу, с явным намерением быть избранным ежемесячным работником гнусного диктаторского режима, правившего этой страной на протяжении десятилетий. Азербайджан находится под властью династии Алиевых уже 30 лет. Президентство, похоже, унаследовано от сына Хорма, как если бы это монархическая логика против антитеза демократии. Может ли страна с таким прошлым служить примером? Статья позорно представляет президента Азербайджана как пример толерантности и уважения к меньшинствам и коренным народам, их населению и стирает культурные следы настоящего прошлого их предков, которым более 10 тысяч лет. Конкретным и задокументированным примером этого является разрушение тысяч армянских каменных крестов хачкаров с Нахичеваньского кладбища в 2005 году и ракетный обстрел церкви Газанча-Суши в 2020 году. Материал полностью доступен на нашем сайте. Астроном-физик Перис Геруни представил уникальные факты и доказательства в результате глубокого исследования Караунджа – уникальности истории армянской цивилизации. Наша история искалечена. История Армении насчитывает не менее 9,5 тысяч лет. Перис Геруни. 17 июля были задержаны 73 афганских беженца, а 18 июля еще 60 нелегальных мигрантов, 59 из которых – афганцы. Поток афганских мигрантов увеличился после вывода иностранных войск из Афганистана. По данным ООН, с января этого года в Афганистане находится около 270 тысяч перемещенных лиц, общее число которых превысило 3,5 миллиона. Южные районы, оккупированные Западно-Арменией, являются одним из основных маршрутов поникновения нелегальных мигрантов. Иммигранты в основном из Центральной и Южной Азии. Известный испано-армянский оперный певец, мировой тенор Ваграм Тадевосян даст сольный концерт, посвященный 44-дневной войне в Барселоне, Испания. И Равунг поговорил с ним по этому поводу. «Скоро уезжаю в Испанию, где состоится мой сольный концерт в Барселоне. Цель концерта – помочь раненым солдатам войны, их семьям позаботиться о своих медицинских нуждах». «Насколько я знаю, вы всегда помогали нашим военнослужащим?» – спросили певца. Он ответил. «Да, однажды я сделал полное пожертвование гумерийскому реабилитационному центру. С тех пор я продолжал помогать жертвуя свои концерты таким реабилитационным центром, чтобы посетители с проблемами позвоночника и суставов могли получить необходимую медицинскую помощь. На своем концерте в Барселоне, Испании, я хотел бы собрать деньги для стерзанных войной парней, индивидуально на медицинские нужды, вызванные войной». Деревня Каракилиса в Чалдрине, Иран. Ежегодная литургия проходила в монастыре Святого Фадзея с участием армян со всего мира и сохранением медицинских записей. Об этом сообщает Ирнеа. Ежегодно паломничество, которое совершается с 1954 года, посещают наши соотечественники, проживающие в Иране, а также депортированные армяне из Сирии, Ливана, Нидерландов, Франции, Австрии, Германии, Канады и ряда других стран. Монастырь Святого Фадзея является старейшей церковью в христианском мире и восходит к 7 веку н.э. Он был построен в 20 километрах к северо-востоку от Чалдрана на гробнице апостола Иисуса Христа Фадзея. Драматический театр имени Варамы Папазяна Степанакерти с одноименной пьесой по роману Нарине Абгарян «Три яблока упали с неба», постановка Карина Кочарян, картинка Зори Кагалстяна, также будет показана в Ереване и других районах Армении. Даррен Лавастов, Мазпо-Госеяна «Сириум» и с «Рагиак». Сиро-Госеяна «Сиро-Госеяна» Сиро-Госеяна «Сиро-Госеяна» Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.